В субботу в Украине отмечается День памяти жертв Голодомора. 85 лет назад массовый голод охватил территории Украины, Поволжья, Кубани, Северного Кавказа, Западной Сибири и Казахстана. Погибли миллионы человек. По мнению большинства историков, причиной голода стала политика хлебозаготовок. По разным оценкам, жертвами политики советского правительства в СССР стали до 8 миллионов человек. Ученые в Украине называют цифру от 2 и даже до 10 миллионов, но многие сходятся на том, что жертвами Голодомора стали 3-3,5 миллиона украинцев. Австрийский инженер Александр Винбергерг в те годы работал в Украине. Он тайком снимал жертв коллективизации и голода. Мои коллеги встретились с правнучкой, которая хранит архив своего деда-фотографа. Это Харьков в начале 30-х. На лестнице лежит умирающий от голода ребенок, но прохожие не обращают на него внимания. На этих фотографиях запечатлены ужас и смерть во время одного из самых страшных периодов украинской истории Голодомора. Люди ползали на четвереньках, моля о помощи. Эти фотографии сделал прадед Самары австрийский инженер Александр Винбергер. На его глазах этот человек умирал 4 дня. Винбергер оказался в России во время Первой мировой войны как военнопленный и решил остаться. Позже он помогал создавать советскую химическую промышленность. Во время работы в Харькове он тайно снимал царящий вокруг ужас. Сейчас эти фотографии достались его правнучке, которая живет в Британии. Этот человек одна из первых жертв голода. Винбергер заметил толпу, которая собралась вокруг умершего. В книге он описывает, как в начале голода собирались такие толпы. Они обсуждали то, что происходит, но через несколько месяцев на мертвых уже никто не обращает внимания. Это фотоаппарат, которым прадед Самары снимал голодающих людей. Он понимал, что за это его могут арестовать, поэтому действовал украдкой. Алекс использовал специальную насадку на фотоаппарат. Она позволяла ему снимать, опустив голову вниз. Голодомор начался в 1932 году, когда советские власти отобрали все запасы у украинских крестьян, чтобы согнать их в колхозы. Москва до сих пор отрицает, что украинцы были выбраны жертвой раскулачивания и объясняет голод плохим урожаем. Можно его назвать просто голодомор, потому что брехня, что не было, урожай был хороший. Отбирали, подбирали, вытаскивали, вытрушивались в последние. Игорь Малицкий был ребенком, когда в Харькове был голод. Он помнит трупы на улицах. Потрясенный, увиденным и опасаясь за собственную жизнь, дед Самары Пирс в 1934 году уехал из Советского Союза в Австрию. 12 лет назад Верховная Рада Украины признала голодомор геноцидом украинского народа. Но не все исследователи согласны именно с такой формулировкой. Давайте разберемся. Сторонники признания массового голода геноцидом утверждают, голодомор был организован искусственно. Его цель – обуздать и наказать украинский народ, который противился насильственной коллективизации, уничтожить дух украинского села, которое мешало строить новую Советскую империю во главе с Россией. А вот оппоненты считают, большой голод был результатом политики Сталина. Она не была направлена на украинцев. Это трагедия для многих народов. Украина же последовательно добивается того, чтобы голодомор был признан геноцидом разными государствами. И сейчас таких уже 16. Первой признала Эстония еще в 1993 году. После была Австралия, потом Канада, затем Венгрия. В 2004 году голод в Украине признал геноцидом Ватикан. Далее были Литва, Грузия, Польша, Перу, Парагвай, Эквадор, Колумбия, Мексика, Латвия, Португалия. В октябре 2018-го Сенат Соединенных Штатов Америки тоже принял соответствующую резолюцию. Цифры, с которыми работаем мы – это цифры, результат работы совместной Америка-Украинской группы демографов. Цифры, которые они сегодня нам дают – это около 4,3,9 миллионов избыточной смертности. То есть это все, кто умерли в то время, ведь и без голода люди умирают. И плюс полмиллиона нерожденных. Это данные по Украине, которые учитывают и украинцев, и неукраинцев. Если выходить за границу Украины, если считать Кубань, считать этнических украинцев за границей, эта работа еще не сделана. Частично в связи с ограниченным доступом к данным. Для нас очень важно выйти в Россию и расширить наш картографический материал, базу источников. Для нас это важно, чтобы посмотреть. Например, если люди умирали в таких масштабах в Харьковской области, нужно посмотреть, например, на Белгородскую. Мы когда-то думали и искали средства на то, чтобы украинские исследователи поехали в Белгородский район, на Кубань, и там провели исследования. Но война, интервенция и так далее сделали этот процесс невозможным. Но даже тогда мы думали, как сформулировать тему, чтобы она была политически приемлемой для директоров архивов в российских провинциях. То есть говорить о коллективизации, вместо того, чтобы говорить про голод. Так что это остается для нас вызовом. Но те данные демографов, с которыми мы работаем, которые мы получили в центральных московских архивах, они нам дают представление о ситуации на большой территории. То есть макрорегионы в России. И именно на этом базируется наше мнение о том, что действительно пострадала Кубань, Поволжье. Но масштаб в Украине был намного большим. И в Украине было то, чего не было, скажем, в Поволжье, если речь идет о Саратовской области. То есть не было этого этнического и национального элемента. В Украине в декабре 1932 года Сталин подписывает несколько документов, где в том же самом декрете о хлебозаготовках идет речь также об остановке украинизации за пределами Украины, про ограничение украинизации на территории Украины. То есть есть очень сильный этнический, этническо-национальный компонент в политике хлебозаготовок. Сжигать украинский флаг, отказываться от украинского паспорта, орать в унисон с кремлевской пропагандой «Россия, помоги нам» во время аннексии Крыма и оккупации Донбассом – для этого много ума не требуется. Достаточно лишь малость генной составляющей. Украинский паспорт – это паспорт, это не паспорт, это удостоверение личности, выданное оккупационными властями. Чтобы понять причины предательства Родины со стороны жителей Украины, ненавидящих свою страну, нужно вспомнить события 80-летней давности. Когда в начале 30-х годов прошлого века с помощью искусственного голодомора было уничтожено несколько миллионов коренных украинцев на востоке и юге Украины, на их место из разных краев России были переселены те, чьи дети и внуки пытаются разорвать Украину на части. Подсчитать точное количество жертв голодомора 1932-33 годов не представляется возможным. Эксперты и историки говорят, что в большинстве своем архивные данные о погибших в этот период времени в Украине были либо уничтожены еще в СССР, либо сфальсифицированы. Умершим от голода массово приписывали смерть от сердечных заболеваний или от любых других, не связанных с истощением организма. Исследователи трагедии не пришли к общему знаменателю относительно количества жертв голодомора, но счет идет на миллионы. Так, например, историк Юрий Шаповал и его коллега Станислав Кульчицкий в своих публикациях говорят о 4,5 миллионах жертв. Организаторы и исполнители массового убийства отбирали у жителей сел урожай и домашний скот, не оставляя даже малейших средств для выживания. Искусственно созданный голод поддерживался блокадой и изоляцией терпящих бедствия территорий. Дороги, по которым люди пытались добраться до городов, перекрывались. Военизированные формирования окружали населенные пункты, задерживали либо расстреливали всех, кто пытался спастись от голодной смерти. Конечно, когда оставались там тыквы, картошка и все прочее, то можно было жить и без хлеба. Но, во-первых, у бедноты хлеб был основным, да, потому что у них не было наваженного такого хозяйства, где все можно было производить. Во-вторых, все это забрали. Украинцы в возрасте от 6 месяцев до 17 лет составляли около половины всех жертв голодомора. Лишь в январе 2010 года в Украине семерых советских руководителей через суды признали виновниками организации геноцида. Среди них генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии большевиков Сталин, глава Совнаркома СССР Молотов, секретари ЦК ВКПБ Каганович и Постышев, генсек ЦК Компартии Украины Кассиор, его второй секретарь Хатаевич и глава Совнаркома УССР Чубарь. Несмотря на приговор суда, до сих пор в Украине насчитываются сотни улиц, носящих имена организаторов геноцида. К ответственности за отрицание геноцида не привлечен ни один политик. До недавнего времени украинские власти переписывали учебники истории, сокращая или выбрасывая из них эту тему. Согласно опросам, проведенным еще до российской оккупации Крыма и Донбасса, около 60% граждан Украины были убеждены, что Голодомор был не просто преступлением Сталина, а геноцидом украинского народа. При этом бывший президент Янукович такое мнение посчитал несправедливым. «Признавать Голодомор как факт геноцида по отношению к тому или иному народу, мы считаем, это будет неправильно, это будет несправедливо». И по его требованию экс-министр образования Дмитрий Табачник убрал из учебников термин «геноцид». Пророссийские историки и политики отрицают этнический характер Голодомора и настаивают на том, что террор голодом был направлен против враждебного советской власти социального слоя крестьянства. Но при этом забывают упомянуть очень важный факт. На территории Украины, которые в результате Голодомора были зачищены от украинцев, массово завозились переселенцы из российской, советской, федеративной социалистической республики. Так, в Одесскую область из Горьковской на постоянное место жительства прибыл 141 эшелон россиян. В Днепропетровскую область из западных областей РСФСР переселены 125 эшелонов людей. Из центрально-черноземного региона России в Харьковскую область завезены 188 эшелонов переселенцев. В Донецкую область из Ивановской делегированы для ПМЖ 147 эшелонов новых жителей. Это данные только за 1933 год. Переселяли целыми колхозами с лошадьми, коровами, овцами, сельскохозяйственным инвентарем. Переселяли российских учителей, переселяли семьями со стариками и детьми. Переселяли в пустые, вымершие от голода украинские села. А теперь вспомните, какие истерики закатывали жители этих территорий совсем недавно, когда им отключали российские телеканалы. Мне отключили каналы ваши, РТР, НТВ и это все. Мне перекрыли мое дышание. Когда выдворили кровавого диктатора, который узурпировал власть. Виктор Федорович, Боже, царствуй над нами. Ты, потому что ты отец. Боже, нет, отец Бог, конечно, но ты тут. Когда украинские воины пришли выгонять российских наемников с украинской земли. Вы все фашисты. Вы уничтожаете славянский народ. Поэтому, паразит, сиди в своем Киеве и там руководи своими бандерами, фашистами. И вспомните, как мы пытались никого не обидеть. Пытались доказывать, что мы едины. Теперь дети и внуки тех, кто заселял в выморенные голодом украинские земли, зовут на помощь российские войска. И убивают патриотов, пытаясь устроить очередной геноцид. Это укропом. Европейский союз назвал голодомор преступлением против человечности. Парламентская ассамблея Совета Европы назвала голодомор преступлением коммунистического режима. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ назвала голодомор результатом преступных действий и политики тоталитарного режима Сталина. Организация объединенных наций определила голодомор в Украине как национальную трагедию украинского народа. У Москвы же нет нежелания, нерешимости адекватно осудить преступления коммунистического режима. И тем самым отвести от России обвинения в геноциде украинцев как нации. Кремль не желает снимать с России ответственность за преступления, творимые руководством СССР. Просто потому, что кремлевские руководители чувствуют себя правомочными преемниками советской власти, ее идеологии и методов управления. СССР. СССР. СССР.